Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей и с вами компания доходные материалы. Сегодня мы рассмотрим инновационный способ термопереноса при помощи вакуумного 3d термопресса. Вакуумный 3d термопресс имеет целый ряд преимуществ перед обычными прессами для сублимационного термопереноса. Благодаря вакуумной технологии этот термопресс позволяет наносить изображение на заготовки любой формы практически без ограничений. Такие как кружки, рюмки, тарелки с полной запечаткой, декоративные камни, магниты и керамическая плитка, кристаллы под сублимацию, металлические заготовки, пазлы, пластиковые заготовки и чехлы для айфон и айпад, а также футболки и ткани. Он универсален и компактен. Один вакуумный термопресс может заменить целый ряд специализированных термопрессов. Для работы вам понадобится струйный принтер, заправленный сублимационными чернилами и заготовки под сублимацию. В комплектацию термопрессов уже входят три силиконовых пояса для нанесения изображения на кружки, запасная силиконовая мембрана, запасной силиконовый контурный уплотнитель, запасной фильтр, термостойкие перчатки и инструкция по использованию термопресса. При помощи панели управления задается температура, время термопереноса, производится включение и отключение верхнего и нижнего нагревателя, а также устанавливается время таймера. 3D-вакуумный термопресс снабжен динамиком, который подаст звуковой сигнал о полном нагреве тепловой камеры или окончании термопереноса. Пресс работает от сети 220 вольт. Ваша электрическая сеть обязательно должна иметь заземление и быть рассчитана на работу с мощными потребителями, такими как термопресс. В первую очередь это необходимо для вашей безопасности. Производитель позаботился о безопасности устройства. Термопресс автоматически отключится при бездействии более 15 минут, что сэкономит ваши деньги и ресурс термопресса. Процесс настройки и режимы термопереноса описаны в инструкции к термопрессу на русском языке. Ссылка на инструкцию под этим видео. Мы покажем процесс термопереноса на примере нескольких изделий. Распечатаем заранее подготовленные изображения на стройном принтере. Для переноса мы используем специальную субнимационную бумагу. Она не впитывает чернила, благодаря этому рисунок будет насыщенным, ярким, а цвета не подвергнутся искажениям. Для нанесения на кружку закрепим распечатку на заготовке и прижмем бумагу при помощи утягивающего пояса. На прессе одновременно можно изготовить до 12 кружек. Мы рекомендуем протирать заготовку сухой салфеткой, если в помещении повышенная влажность. Используйте нагрев верхней и нижней плиты. Кружку лучше расположить дном кверху. Рекомендуемая температура 195 градусов Цельсия. Время 8-9 минут. 3D термопресс позволяет нанести полноцветные изображения на всю поверхность кружки, что было достаточно сложно на обычных термопрессах. А на недорогих заготовках классом ниже эта задача практически невыполнима. Если вы хотите сэкономить на заготовках кружек и при этом делать полную запечатку поверхности, 3D термопресс это то, что вам нужно. Нанесение на тарелку. До закрепления изображения разрежьте бумагу радиальными резами к центру. Но не слишком сильно, иначе бумага порвется при вакуумном утягивании. Закрепляем изображение на сувенирной тарелке при помощи термоскотча. Затем, для того, чтобы воздух из центра тарелки полностью вышел, мы сделаем небольшие трубочки из обычной бумаги. Вакуумный насос полностью откачает воздух, обеспечив тем самым наилучший прижим изображения к заготовке. Выставляем температуру и время и закрываем крышку пресса. Рекомендуемая температура 195 градусов. Время 6 минут. Используйте обе нагревательные поверхности. По моему личному опыту могу сказать, что это лучший субъемационный термоперенос на тарелку, который мне помогло сделать. Практически идеальный перенос на всю поверхность. Одинаково хорошо получаются четкие аппликации и полноцветные изображения. Такой результат можно получить, пожалуй, только на вакуумной термопрессе. Перенос на пластиковые заготовки рассмотрим на примере чехла для iPhone 5s. Для переноса нам понадобится специальная металлическая пресс-форма, чтобы пластик не деформировался. Закрепляем изображение на заготовке при помощи термоскотча. Надеваем на пресс-форму и помещаем в термопресс. Рекомендуемые параметры переноса. Температура 195 градусов Цельсия, время 9 минут. Используйте верхний и нижний нагревательные элементы и вакуумный насос термопресса. В результате вы получаете качественный перенос на всю поверхность. Таким образом, с 3D термопрессом вы можете предложить широкий спектр сувенирной продукции, как корпоративным, так и розничным клиентам. Перенос на текстильные футболки. С переносом на текстиль оказалось несколько сложнее, ведь 3D термопресс в первую очередь предназначен для нанесения на твердой поверхности. Однако и это испытание он выдерживает с достоинством. Что для этого понадобится? Футболка, распечатка и две разделочные доски из закаленного стекла. Первую доску мы будем использовать в качестве нижней поверхности, чтобы при вакуумном утягивании на ткани не осталось следов от нижнего нагревательного элемента. Вторую доску мы используем как твердую поверхность под перенос. Мы поместим ее внутрь футболки. Сверху на футболку мы закрепим распечатанное изображение. Помещаем футболку в термопресс и включаем вакуум. Термопресс создаст достаточный прижим для переноса. Выставим температуру 200 градусов и время 8 минут. В результате переноса мы получаем насыщенное полноцветное изображение на футболке. Вакуумный 3D термопресс позволяет осуществить не только сублимационный термоперенос, но и перенос с термотрансферной бумагой, что значительно расширяет сфера его применения. Подробную инструкцию по использованию термопресса, расходные материалы и заготовки вы можете найти на нашем сайте www.rdmkit.ru Подписывайтесь на наш канал и следите за новостями в социальных сетях. Пока!